Всем привет! В эфире обо всем и ни о чем. Именно здесь вы найдете свежие и сочные новости, слухи и сплетни прошедшей недели из мира Лиги Легенд. Разработчики поделились планами на обновление 9.18. Помимо Атрокса и Акали, список ослабленных чемпионов пополнят Шая и Кайса. В противовес этому три стрелка получат небольшие усиления, а именно Кейтлин, Мисс Фортуна и Джин. Также бафнут Аурелиан Соло, Эвелин, Лисина, Зои, Эко и в силу вступит мини-реворк Энни. Помимо этого порцию изменений должен получить Тима. Они не столь масштабны, как планировались, но определенно усилят чемпиона. Большая часть изменений затронет ультимейт. Количество зарядов грибов можно будет расширить до 5 штук с прокачкой умений. Активация их взрыва станет более чувствительной, при этом они больше не будут детонировать от речного краба, если тот не находится в бою. И появится возможность до бесконечности рикошетить грибы друг об друга. Также для ослепленных врагов добавят новый зеленый эффект на экране, чтобы было проще понять, когда автоатаки будут идти мимо цели. На ПБЕ добавили новых покемонов. Поприветствуем новую тройку маленьких легенд в стиле зверушек-звездных защитников. И новую систему выпадения наград в ПБЕ-битвах, которая должна сбалансировать шанс выпадения предметов. Бок рандома ранен, но не побежден. Помимо предметов и золота, из сфер можно будет достать чемпиона или расходуемый предмет Ника, который даст сделать однозвездочную копию любого из ваших чемпионов. Однако новые предметы появятся лишь во второй половине сентября, в патче 9.19. На русском сервере стартовал новый ивент «Золотой краб», где вы можете выполнять задания, помериться успехами со своими друзьями и нащелкать клешнями немного сундуков. Параллельно с этим открылась таверна «Поворот судьбы». Получить монеты серебряных змей можно разными способами. К примеру, за высокий уровень чести полагается две монеты. По одной монете можно получить за каждого приглашенного новичка по системе «Пригласи друга», а также за первую игру со своим клубом и за первую победу в рамках события «Золотой краб». Потратить монеты и залутать немного сундуков можно будет с 13 по 15 сентября, сделав ставку на исход финальной игры континентальной лиги. Сеть фастфудов и ресторанов Subway стала спонсором акции «Саптембр» на Твич. С 3 по 24 сентября все подписки первого уровня, оформленные через ПК, будут стоить всего 50% от стоимости. Это, внимание, 2,5 доллара. Тем не менее, благодаря спонсорству Subway все стримеры будут получать полную сумму. Так что это лучшее время, чтобы поддержать Шаркса и стать подписчиком Твич-канала. 1 сентября мы подвели итоги нашего квест-розыгрыша в ВК. Хотелось бы поблагодарить всех за участие и приятные отзывы. За эти две недели мы раздали 14 ежедневных сундуков в рамках розыгрыша, а впереди предстоит раздача 20 главных призов победителям. Подписывайтесь в нашу группу ВК, чтобы не пропустить новые активности, а каждый четверг мы проводим еженедельные лотереи, в которых вы можете выиграть скины, ключи, сундуки и прочие внутриигровые радости. Прошли полуфиналы LCL. Опасения фанатов Unicorns of Love оказались напрасны. Команда уверенно провела три игры и одолела ЕПГ. А вот настоящая драма развернулась в схватке Gambit против Vega Squadron. Gambit были максимально уверены в своем проходе в финал и даже выбрали себе номинально более сильного соперника. Крайне редкое явление в киберспорте. За что впоследствии и поплатились поражением в близкой серии BO5. Очевидно, у Gambit были большие планы на этот сплит. За день до полуфинала АТР в интервью признался, что у команды намечался кризис, но им удалось его преодолеть. Отчасти за счет смены обстановки. Команда переехала на новый буткемп в Сколково. Более того, помимо них, там обосновалась съемочная группа документального фильма о киберспорте под названием TryHard, которая планировала отправиться вместе с ними на Worlds. Не исключено, что такое внимание обилие камер сыграло свою роль. Vega же, в свою очередь, показала хорошую подготовку и инициативную игру. Особенно выделился гаджет, стрелок коллектива. Во всех играх он показал отличный перформанс и залутал честные 3 МВП-ачивки, поднявшись на первую строчку в борьбе за звание лучшего игрока сплита. Не менее огромные страсти разыгрались в плей-офф стадии Лэг. Европа порадовала массой крутейших игр. Выделить, естественно, стоит главное противостояние всея Европы. За место в финале в кровавой мясорубке сошлись короли Европы G2 и наступающий им на пятки Фнатик. В первых двух играх лидировал Rekkles и компания черно-оранжевых. Стол аналитики, как и многие зрители, начали активно обсуждать потерю титула G2. Но не тут-то было. G2 лишь дали небольшую фору оппоненту, а затем совершили нереальный реверс-свип и развернули серию к Фнатик задом, а к себе передом. Тем не менее турнирная сетка Лэг все еще дает шанс Фнатик на битву в финале. На этой неделе пройдет серия шальки против Фнатик, а следом и гранд-финал. Смотрите игры сильнейших коллективов уже на этих выходных. Кстати, Шаркс будет комментировать полуфиналы и финалы, так что ждем вас на стриме. Говоря о достижениях, нельзя не отметить европейскую номинацию All-Pro Team, где эксперты должны были определить лучших игроков в своей роли и собрать команду мечты. Невероятно, но как оказалось, команда мечты уже существует. Все первые места заняли игроки G2. Вторые и третьи места достались игрокам Splice, Шальки, Фнатик и Ориджин. E-Sports Charts решили столкнуть Европу и Америку в битве зрительского интереса. Критерием выступило пиковое количество людей на трансляции во время игр регулярной стадии. В Америке самым хайповым матчем стало противостояние TSM и Cloud9. Его одновременно посмотрело более 280 тысяч человек. В Европе же наибольший интерес вызвало противостояние G2 и Фнатик, набрав 300 тысяч зрителей. И в очередной раз Европа круче Америки. Но мы не сомневались. Вот мы и добрались до страсти восточных. Видимо, СКТ весь сплит усердно пускали пыль в глаза, чтобы легчайше перекатить всех соперников в плей-офф и стать чемпионами LCK. К слову, этот титул организация получает уже в восьмой раз. Но несмотря на такой подъем силы, Фейкер признался, что ожидает от грядущего World самых трудных испытаний и будет готовиться к ним усерднее, чем когда-либо. Что ж, давайте подведем киберспортивные итоги. На текущий момент известны 12 участников чемпионата мира. Китай представят Фениксы и РНГ, Корею, СКТ и Гриффин, Америку, Ликвида и Клаун 9, от региона ЛМС отправятся J-Team и AHQ. Из европейских команд забило место пока только G2. Из Латинской Америки будут старички из Урус Гейминг, Океанию в этот раз представят Мамот, а Турцию Royal Youth. На этом у нас все. Будьте в курсе событий. Если тебе нравится наш новостной формат, то не стесняйся, подписывайся на канал и врубай уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Ссылки на все новости в описании. Увидимся совсем скоро. Рубрика была подготовлена компанией WT Production специально для Sharks.